Библейский портал экзегет.ру представляет И мы как раз говорили, читая эти книги, что для повествователя очень важна не только воля Божья, но и желание народа. Народ тоже должен его признать, иначе какой же это будет царь, если его народ не поддержит. Ну и тут маленькая гражданская война, она завершается как раз в четвертой главе. Давид победитель в этой войне. Более того, мы говорили о том, что он ищет скорее примирение, чем истребление врагов. Хотя не все в его войске, тот же его полководец Юаф разделяют этот подход. Итак, пятая глава. Тогда все племена Израилева пришли к Давиду в Хеврон и сказали, мы кость твоя и плод твоя. Еще прежде, когда был Саул, царь над Израилем, ты водил израильтян в походы. Именно тебе поручил Господь пасти народ своего Израиля. Будь же правителем в Израиле. Итак, все старейшины пришли к царю в Хеврон, ну город, где тогда был Давид, и царь Давид заключил с ними в Хевроне договор пред Господом. Они помазали Давида в цари над Израилем. Третий раз Давида помазали в цари. Первый раз Самуил знал только Самуил и сам Давид. Второй раз в Хевроне Иудея племя колена Иуды помазало его. И, наконец, пришли старейшины, и они помазали его уже в цари над всеми племенами Израиля. Вот оказывается, что Божьего избрания недостаточно. Нужно, чтобы еще народ признал правителем Давида. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, и царствовал он 40 лет. В Хевроне он царствовал 7 лет и 6 месяцев над одной Иудеей, а в Иерусалиме 33 года над всем Израилем и Иудеей. Кстати, об Иерусалиме до сих пор его не было в книге. И как получилось, что до сих пор в самых разных городах обитали цари. Вот Давид изначально в Хевроне, а Иерусалим стал столицей. Вообще-то он не был даже израильским на той момент. И Иерусалим очень удачно расположен. Он расположен на границе Иудея и племени Вениамина. То есть он где-то между. Такая территория, которая как бы ничья. Потому что Давид старается стать царем всех израильтян, не только иудеев. Для этого ему нужно даже географически расположиться так, чтобы не быть где-то в центре Иудеи. И тогда, получается, он в Иудее, а остальные племена как бы покорились иудеям. Они вторичны. Нет, он хочет быть именно царем всех. И для этого он выбирает точку на карте в центре, в центре израильской территории. И одновременно это ничья земля, то есть не земля какого-либо из израильских племен. Царь со своими людьми выступил тогда в поход на Иерусалим против Евусея, вживших в той земле. Евусея – одно из местных племен, которое так и сохранилось со времен завоевания Ханаана. Так говорили они царю. Не войти себе сюда, даже слепые хромые тебя прогонят. Да, они считали, что Давиду туда не войти. Ну, то есть настолько хорошо укрепленная крепость, что там инвалиды ее защитят. Но Давид взял Сионскую крепость. Это и есть теперь город Давидов. В тот день Давид бросил клич. Там дальше не очень ясно, что сказано, но вот моя версия. Кто хочет сразить Евусеев, пусть доберется через туннель до этих хромых и слепых, кому так ненавистен Давид. Поэтому и говорится, ни слепому, ни хромому в храм не войти. Вот странная здесь история. Значит, что за туннель? Возможно, здесь имеется в виду такой водовод, да? То есть крепость стоит на горе, чтобы получить доступ к воде во время осады. Проделан подземный ход. На горе-то источников нет, они под горой, под холмом Сионским. Значит, какой-то подземный туннель, по которому они спускаются, проходят и забирают воду. И, наверное, Давид или его воины нашли вот внешний ход, да? То есть где можно пройти в этот туннель внутрь и войти, ворваться в крепость. Наверное, описано это. И странно, вот ни слепому, ни хромому в храм не войти. Вообще, да, на священнослужение не принимались увечные люди, да? То есть Богу нужно отдавать все самое лучшее. Как нельзя увечного барана, так и человека увечного нельзя делать священником. Увечного барана жертву приносить нельзя. Соответственно, получается, что это второе объяснение, да? Вот Давид отличался неприязнью к инвалидам. Не знаю, вряд ли. Может быть, речь идет о том, что вот когда-то и в усе его дразнили, говорили, что да, мы тут инвалиды одни, но тебя прогоним. А он как бы в отместку запретил инвалидам приходить в храм. Тоже странная версия. Но, может быть, вот повествователь просто сопоставляет две эти совершенно разные вещи и делает их чем-то единым. Иначе вот трудно понять смысл. Но это мелкий эпизод. Даже если тут что-то нам не ясно, это не очень важно. Тоже точный смысл здесь может быть непонятен. Давид поселился в этой крепости, назвал ее городом Давидовым и отстроил вплоть до самого Мело. Что это такое, неизвестно. Мело встречается несколько раз в исторических книгах. Вероятно, это терраса насыпная. То есть, ну, холм у него округлая вершина, да? На нем трудно построить много зданий. Но можно поставить стенку, досыпать грунта, и тогда у нас получится небольшая площадка. Вот Мело, вероятно, название этой площадки. Тем более, что родственное слово наполнять. Величие Давида все возрастало, и Господь воинств был с ним. Хирам Цартира — это финикийский город, который, в общем, всегда выступает союзником, традиционно израильтян. Хирам Цартира послал к Давиду послов, а с ними кедровые бревна, плотников и каменотесов, и они построили Давиду дворец. А финикийцы были хорошими мастерами, как раз у израильтян пока технологии не очень сильно развиты. Так Давид убедился, что Господь утвердил его царем над Израилем и возвысил его царство ради народа своего Израиля. Давид взял себе еще наложницы жен в Иерусалиме. После переселения из Хеврона они родили Давида еще сыновей и дочерей. Вот именно те, кто родился у него в Иерусалиме. Когда переселения услышали, что Давид помазан царей над Израилем, то все переселения выступили против Давида. Услышав это, Давид укрылся в крепости. Переселения пришли и расположились в долине Рифаим. Смотрите, получается, что Давид не настолько уж силен со своим войском. Он опять воюет с переселениями и обороняется, даже как-то не уверен в своих силах. А Давид попросил Господа, идти ли мне на Ферестимлин, предашь ли ты их в мои руки? И Господь ответил Давиду, иди, ибо я точно предам Ферестимлин в твои руки. Давид ударил на них вместе под названием Баальперацим и нанес Давид Ферестимлинам поражение. Он сказал, прорвал Господь ряды врагов моих предо мной, как вода прорывает за пруду. Потому и называется это место Господин Прорыва. Ну, собственно, Баальперацим — это и есть такие слова на древнееврейском. Ферестимлине побросали там свои изваяния, то есть языческих идолов, и Давид со своими воинами порубили их на куски. Вновь выступили ферестимлине против астралитяна, расположились в Рифаиме. Вопросил Давид Господа, и тот ответил, не выступаем навстречу, обойди их кругом, ударь на них сзади, там, где тутовые деревья. Не очень понятно, какие деревья. Ну, в любом случае, это указание, вот, знаешь, там рощица, вот с этой стороны. Когда услышишь, что как будто кто-то ступает по верхушкам деревьев, то знаешь, что это Господь выступил пред тобой, чтобы поразить войско ферестимлин. И поступил Давид, как заповедал ему Господь, и нанес ферестимлинам поражение, преследуя их от Гевы до самого Гизера. Ну, вот, по-прежнему продолжается война с ферестимлинами, такой постоянный фон, но это не самое важное. Гораздо важнее, как будет устроена внутренняя жизнь Иерусалима и вообще всего Давидову царства, о чем, конечно, следующие главы. Продолжение следует...